Странами и народами управляют первое оружие, вам понятно, самое простое, военное. Но я утверждаю, что если та или иная страна начинает прибегать к военному оружию, значит она не понимает ничего в управлении. Грубо говоря, у нее с мозгами что-то не то. Как только начинается стрельба, так заканчивается понимание и управление. Когда я с одним из ваших ответственных работников беседовал, он говорит, вы знаете, любопытно, но я для своих тоже привожу такие же примеры. Когда начинается стрельба, заканчивается контрразведка. То есть ситуация очень близкая. К примеру, Швейцария, она никогда не воевала. Но почему-то Гитлер, вдумайтесь, ломился на Волгу, а в 10 минутах езды на танке стояли швейцарские банки, пухнущие от золота, как на дрожжах, а туда Гитлера не тянуло. Значит у них есть какие-то иные механизмы защиты. А какие же? А вот те самые, которые вот здесь, я вам сейчас обозначу. Вот как и осуществляется управление. Поэтому почему же сейчас многие из так называемых псевдопатриотов, там вот Ивашова, послушайте, там так сказать, к чему они призывают. Мобилизация, укрепление армии и так далее, и так далее. А я говорю, что это профанация вообще управления. И на этом пути мы никогда не добьемся результата, потому что мы имели самую сильную армию, самую сильную партию, самые сильные спецслужбы. А как же тогда развалили нашу страну без единого выстрела? Значит не здесь решаются вопросы. Эти вопросы решаются не здесь хотя бы уже и потому, что мы на этом приоритете победили в Великой Отечественной войне. А через каких-то 20 лет мы пошли на поклон, скажем, к той же Германии и начали на четвертом приоритете, значит, конючить, просить кредиты и так далее. Да, пожалуйста. Вот. Значит, военное оружие, как вы догадываетесь, это вовсе не то, что определяет, как бы, благополучие и благополучие той или иной страны. Вот вам и позиция Путина. Вы сейчас пытаетесь сопоставить одно с другим. Почему, значит, псевдопатриоты говорят, да главное там сейчас армию, там провести мобилизацию. А Путин как-то так молчит по этим вопросам. Да потому что он понимает. Когда начинаешь стрелять, все закончилось, так сказать, история государства и народа тоже. А есть ли оружие, которое работает более радикально, чем военное? Оказывается, есть. Это генное оружие. Страну можно поработить с помощью зеленой каски. Но в чем проблема военного оружия? Каски видны. Видно, кто стрелял. На место того, кого застрелили с нашей стороны, может встать другой, еще более, как бы, сильный. Так, значит, нужно искать другие методы. На уровне военной каски Россию уже несколько раз пробовали так бы покорить. Ничего не получается. Поэтому я утверждаю, что на пятом экономическом приоритете генного оружия результаты достигаются гораздо более устойчиво. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как бы, как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русский мужик без стакана. Вы вдумайтесь. Каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатываемый через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете, и в былые советские времена, ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. А что такое алкоголь? Вам никто никогда не расскажет, что такое алкоголь из врачей. И вот чижик-пыжик, где ты был? Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Зашумело в голове. А что зашумело-то? Я вам поясняю, что зашумело. Этой темой я занимался с нашим первым медицинским институтом. С помощью электронных микроскопов, поповым, значит, электронный микроскоп позволяет снять процессы, которые происходят в головном мозге. Поскольку, вот, зрачок, мы имеем там, так сказать, фрагмент мозга. И там все видно, вот эти процессы, которые происходят. Вначале, значит, пациент, что называется, трезвый под микроскопом, а потом, после того, как он принял 100 граммов, там все становится понятным. Оказывается, что такое алкоголь? Вот наши кровеносные сосуды в головном мозге имеют очень узкие капилляры, соизмеримые с размером эритроцита. Эритроцит в нормальном состоянии имеет липидный слой, жировую смазочку. Когда эритроциты, когда алкоголь попадает в кровь, жировая смазочка нарушается, эритроциты начинают слипаться. Кровь течет не поштучно эритроцитиками, а вот у посвященных, кто придумал эти схемы уничтожения генетики того или иного народа, это называется эффект виноградной грозди. То есть эритроциты текут в виде виноградной грозди. И вот здесь вот в узком сосудике, они просто образуются тромбочки, застревает вот этот шарик. И кровь дальше не поступает. А вот здесь в конце нейрончик. Этот нейрончик прекращается кровоснабжение, прекращает поступать кислород, и нейрон физиологически погибает. Вот это гибель нейрона, когда клетки атрофируются и погибают, и воспринимаются человеком в качестве безобидного состояния опьянения. В нашей системе, почему я вот белой завистью завидую тем, вот вам, молодым, кто сейчас входит в жизнь и способен понять и освоить эту информацию, у вас все изменится в вашей родовой генетике, в вашей жизни, если вы поймете вот эти примитивные элементарные вещи. Мне, к сожалению, эта информация была дана в возрасте 40 лет. Но после этого жизнь моя, моего рода изменилась начисто. Я сейчас могу поверить во что угодно, но никогда не поверю, что в моей родовой генетике, близлежащей, там, сестры, братья, зятья и так далее, найдется человек, который в течение всей жизни сделает хотя бы один глоток пива или хотя бы один глоток шампанского. Заметили, что Путин впервые в истории России произносит тосты новогодние без фужера шампанского. Никогда не поймете принципы глобального управления, пока не обратите внимание на мелочи. Мелочи, запомните, не имеют решающего значения. Они решают все. И для тех, кто понимает мелочи, все становится понятным. Вот вдумайтесь, почему Путин произносит новогодние тосты, вдруг нарушая все традиции, все общепринятые нормы без фужера шампанского. Значит, система знаний, с которой я работаю в последние 15 лет, там люди, которые в их родовой генетике на протяжении последних тысяч лет никто не имел права потребить хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. Принципиально иные возможности мозга при этом возникают. Для того, чтобы подорвать нашу генетику, которая априори самая мощная в мире, придумано вот это генное оружие. В моей книжке есть раздел специальный пятый, где расписано это детально и подробно. Алкоголь и табак как генное оружие. Табак работает точно так же при попадании, вот если вы не курите, проверьте, курнули, да, ровно столько времени понадобится, сколько кровь пойдет от легких до головного мозга. И как только эта отравленная ядосодержащая кровь попадет в головной мозг, так ровно в этот момент у вас начнется головокружение. Спазмируют сосуды и не пропускают эту ядосодержащую кровь, как бы так сказать, в тонкие структуры головного мозга. Расписано у меня и откуда жрецы древнего Египта взяли вот эти механизмы возможного управления человечеством с помощью генного оружия. Вот если вы запустили в ту или иную родовую генетику генное оружие, то этот вот обречен. Через 50 лет, через 100, через 200, это уже второй вопрос. Но если та или иная родовая генетика не распознала алкоголь как генное оружие, считайте, что вы тот, кто управляет нами, он эту задачку решил. Вот отсюда вам вспомните, как нас покоряли, я вам потом немножко обобщу, но вспомните, что было на этом приоритете. Это классическая глобальная схема спаивания. Запрет, потом спирт-рояль и процесс пошел, как говорил архитектор-перестройки. Для того, чтобы спаить народ, первое, что делается всегда, это введение запрета. С запрета начинается спаивание. Следующий приоритет, на котором осуществляется управление глобальное, вот эти два приоритета, можете скобочки пометить, это материальное оружие. То есть это конкретное вещество, конкретные устройства. Как они работают? Вот смотрите, если военное оружие вы берете шкалу, то здесь у вас что будет? Вот здесь у вас будет пистолет Макарова, здесь винтовка, здесь пулемет, автомат, пушка, ракета. Если вы берете генное оружие, то здесь у вас будет что? Табачок, пиво, вино, водка, марихуана, героин. Кто-то говорит, да вы что, героин и пиво, при чем здесь? Я утверждаю, что это абсолютно одно и то же. Функциональное предназначение абсолютно одно и то же для подрубания генетики народа. Убойная сила разная, да. У пистолета Макарова и у пушки совершенно разная убойная сила. Точно так же у пива и у, скажем, марихуаны убойная сила разная. Но движение по этой прямой начинается всегда с пива. Самый опасный напиток это пиво. И пока мы не осмыслим это, у нас ничего не изменится. Мы можем сколько угодно знать физику, химию, способы и системы работы спецслужб. Но если у нас с 12 лет девочки и мальчики будут пить пиво, значит наш народ обречен, потому что мы утратим функцию воспроизводства того, чего у нас есть. Четвертый приоритет. Так что вот здесь я вам пока только обозначил позицию Путина по этому вопросу. Вы знаете, что он в отличие от Ельцина не пьет. Вы знаете о том, что он тосты произносит без фужера шампанского. Мировые деньги. Это четвертый приоритет. Вот эти четыре приоритета. Это информационное оружие. Вот здесь, значит, материальное оружие. Вот здесь вот информационное оружие. Мировые деньги. Это что такое? Это информация. Это информация о средствах. Что такое деньги? Это цифры. Эти цифры могут быть изложены или на бумаге, или в компьютерной форме. И ничего больше. На сегодня ничего. Значит, деньги в истории человечества вообще-то всегда были товаром. Опять же, может быть, два слова, чтобы вы понимали, с каких позиций я говорю. Я вообще по образованию физик. Я закончил физфак Ленинградского университета. И именно кандидат технических наук. Потом закончил ФинЭК наш. Высшую партийную школу в свое время. Поэтому я не имею узкоспециализированного взгляда на то или иное явление. Я на все вопросы смотрю, если угодно, комплексно. Так вот, деньги всегда были товаром. Это товар, который наиболее часто используется в товарообменных операциях. То есть это были, скажем, зерно, скот, где-то там шкурки животных. Потом металлы, золото, серебро. А что такое бумага? Бумага до 1971 года была просто банкнота. Нота банка о том, что у вас ввезет какой-то товар. Соответственно, вы эту бумажку передаете другому человеку, и теперь этот товар уже становится не вашим, а того человека, которому вы передали эту бумажку. Вот как бы природа денег. Но, к сожалению, здесь такие отступления, которые и сделать нельзя. Но не сделать нельзя. Но по времени здесь хочется вам и пополнее дать. Но есть такая проблема. Тем не менее, по деньгам я сделаю маленькое отступление. Это очень важно, чтобы вы понимали, что такое деньги. Потому что управляют миром через деньги. Ротшильд. Запомните его фразу, можете даже записать. «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы». Это абсолютно точная проблема. Любые парламенты, законы, депутаты, никакого отношения к управлению не имеют, если вы не управляете деньгами страны. «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы». Так вот, для чего была организована Вторая мировая война? Вторая мировая война – это продвижение доллара, как бы так сказать. Хронология историческая такая. 1913 год. Федеральная резервная система США, которая имитирует доллар, а это частная корпорация, утверждается как частная корпорация. 1913 год. Какая валюта тогда доминирует? Доминирует английский фунт стерлингов. Это единственная общепризнанная мировая валюта. Начинается Первая мировая война. На территории воюющих стран валюты проваливаются, доллар приподнимается, и он начинает на разных конкурировать с другими валютами, устанавливается некий такой паритет и баланс валют. Вторая мировая война. 1941 год в России, да? И на территории всех воюющих держав валюты воюющих держав опускаются. Единственная не воюющая страна Соединенные Штаты. Вторая мировая война, для тех, кто ее заказал и организовал, закончилась в 1944 году, когда было принято в Бреттон-Вудское соглашение. В соответствии с этим соглашением 35 долларов приравнивались к 31 и 1 грамму золота. И все. Единственная валюта на земном шаре, которая приравнивалась к золоту. И если вы в Соединенные Штаты привозили доллары, вам обязаны были в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением поменять эту бумагу на золото. Но если вы привозили во Францию французские франки, а вам для английские фунты, то вам никто ничего не обязан был. Вам обязаны были обеспечить их только долларом. Вот так называемое обеспечение на основе Бреттон-Вудского соглашения, когда все-таки привязка денег была, но такая уже опосредованная. То есть как бы в начале доллар, а за долларом золото. Но в 1971 году. Деголь, распустивший это, что кто-то, чтобы получить доллар, должен отдать газ, лес, нефть, золото, а Соединенные Штаты просто нажать кнопку печатного станка, озаботился. А как же так? И он что сделал? В Форт-Нокс США самолет бумаги, а оттуда самолет золота. Туда самолет бумаги, а оттуда самолет золота. Деголя быстренько убрали, играя не по правилам. Но золотой запас Соединенных Штатов обнулился. И тогда, в 1971 году, 15 августа, можете это поместить, вот очень серьезная роковая дата для понимания глобальной истории человечества, 15 августа 1971 года, Никсон в одностороннем порядке подписал указ, который, значит, все международные соглашения вот так перечеркнул, и подписал указ, в соответствии с которым была прекращена практика обмена доллара на золото. Вот так, в одностороннем порядке. Это был дефолт Соединенных Штатов, это был полный и стопроцентный. И вот с той поры деньги это бумага, которая ничем не обеспечена до юра даже. То есть юридически нет, ну как бы, что такое, значит, килограмм, это понятно, да, вот что такое рубль, это непонятно. И известно соотношение между ними, ну что такое доллар, сегодня вам не скажет ни один экономист, как, впрочем, ни один не скажет, почему это вдруг доллар равен 31 рублю. Это, как бы, договоренности мафиозные, но не экономика. Курс рубля, как вы, наверное, понимаете, примерно в 4 раза недооценен. То есть если вы с долларом попробуете у нас что-то купить, а потом попробуете купить что-то в Соединенных Штатах, то в Соединенных Штатах вы купите в 4-5 раз меньше вот эту потребительскую корзину, чем в России. Значит, у меня есть большой доклад в Кремле на особой деловой встрече международной. Я делал часовой доклад в Кремле. Он назывался «Истоки кризиса мировой кредитно-финансовой системы и методологии его преодоления». Поэтому это часовой доклад. Он есть, кстати, на этом сайте, он размещен. Ну и я выложу потом на свой сайт. Поэтому пока вот я обозначил некие такие опорные точки, не более того. Но вы должны четко понимать, как сегодня нами управляют, и должны понимать, почему Путин эти схемы, понимая, не оглашает сегодня. Если мы эти схемы огласим раньше времени, то просто начнется война. Нас на этом приоритете задушат. Поэтому понимая что-то и делая что-то, это немножко разные как бы вещи. Вы понимаете, если мы обнажим это, то станет понятно, что мы-то богатая страна, а в Европе-то ничего нет своего. Посмотрите, как на сегодня управляют нами. Элементарно. Вот граница. Когда в нашу сторону перемещается 10 килограммов долларовой бумаги, я не поленился, посчитал в весовых пропорциях, 10 килограммов долларовой бумаги, то они же не просто так, нам же их никто не дарит, правильно? Навстречу этой долларовой бумаги и вот сюда идет 100 килограммов золота. Пропорции такие, 10 килограммов, 100 долларов в купюрах, это 100 килограммов золота, а равно составы газа, лев, нефти, леса и так далее. Вот, собственно, что такое на сегодня элементарно. Значит, за время перестройки, а она, собственно, сутью к этому и сводится, в Россию сгружена одна треть долларовой массы. Тоже можете эти цифры запомнить. Сегодня долларовая масса распределена так. Одна треть в Соединенных Штатах, одна треть на территории России и одна треть на территории остального земного шара. Это что, случайно? Я утверждаю, что это не случайно. Это и есть схема реального глобального управления. Но как только мы обнажим эту схему и скажем, не, ребята, мы вам согласны, конечно, мы понимаем, что я без нас, вы просто завтра же остановитесь и невозможно будет существовать. Но покупайте у нас. Дальше мы не будем останавливать Европу. Но покупайте все это у нас за рубли. А у нас нет рублей. В чем проблема? Мы напечатаем. Вот вам и понимание, что такое экономика. Как только мы напечатаем собственные рубли, так рубль станет самой обеспеченной валютой на земном шаре. Почему сегодня востребован доллар? Да потому что за доллар в России можно купить лес, нефть, газ. Помните, как туземцев напаривали? Им там стеклянные бусы давали, там еще что-то. А нам что дают? А нам фантики раскрашены. Вот нарисовали как бы с 71 года. Это вообще просто фантики. И у нас там, так сказать, обрадованные ЦБ в подвалы складывают там эти фантики. Сколько накопили на сегодня? 50 миллиардов долларов. Это так называемый золотовалютный запас. Но там долларовая бумага лежит. А за долларовую бумагу то из России что-то ушло. Да, это товарное аккредитование всех остальных стран. И мы в Европу ни одной страны в мире нет, которая бы за свое богатство отдавала бы за чужие деньги. Япония в 49 году издала, значит, у них вышел закон, который запрещает ржавый гвоздь вывезти из Японии за любые другие деньги, кроме японской иены. Чем иена обеспечена? Да тем товаром, который в Японии изготавливается. Чем должен быть обеспечен наш рубль? Да тем товаром, который мы продаем на зарубежье. Пометьте для себя очень важную цифру, которую вы можете использовать в разговорах с кем бы то ни было. Наш экспорт всегда в два раза превышает объемы импорта. Ну, грубо, там, так сказать, буквально я ошибусь на проценты. Экспорт России всегда в два раза больше, чем импорт. То есть у нас, понимаете, нет проблем в внешнеторговой деятельности. Если это есть проблема тех, кто с нами работает, им очень много надо. Если мы говорим, ребята, только за наши деньги, все, рубль становится обеспеченной валютой. Так что управление на этом экономическом приоритете это прежде всего эмиссия средств платежа. Тот, кто делает эмиссию, он получает доход, который в экономической практике, слово тоже пометьте, вам ни один экономист это не расскажет, а вы их научите. пусть они потом отходят энциклопедию экономическую и найдут такое словечко через Е. Сеньорадж. Сеньорадж. Сеньорадж определяется в энциклопедии как доход, который получается как разница между себестоимостью изготовления денег и их номиналом. То есть себестоимость изготовления 100-долларовой купюры 10 центов, а номинал ее 100 долларов. Можно в России эти бумажки поменять на что хотите. Если нет миропонимания, то такой. Так вот, те, кто получают сеньорадж и ведут самый крутой бизнес на земном шаре, все эти наркотики, оружие, прочее, это вообще рядом не лежало с этим бизнесом. С бизнесом, который ведется через эмиссию средств платежа. Кто-то за эту бумажку бьется, а кто-то ее напечатал и он уже стал богатым. Ничего мы с вами не поймем в управлении, если не обратим внимание на то, что как только Владимир Владимирович Путин пришел к управлению, первое, о чем он заявил, и этим были заполнены все газеты. У меня копии все есть, поверьте мне на слово. Чем они были заполнены? Путин поставил вопрос о национализации ЦБ. Так во всех газетах и было написано. Национализация ЦБ и прочее, прочее. Да, ЦБ это не государственная структура. Ну, как бы она государственная, законом определена, но де юре даже, она не входит в систему государственного управления. Дело в том, что правительство наше вот эти печатные знаки заимствует на одинаковых условиях. в МВФ, в Международном банке или у бывшего Герасченко, да, у нынешнего Игнатия, в Центральном банке. Точно так же, без разницы, куда обратиться. Под процент получают деньги. А что такое процент? Процент это и есть система глобального управления человечеством. Я утверждаю, что управление осуществляется вовсе не в тех сферах, о которых нам все время говорят со страниц газет, в теле и радиопрограммах. Нет. Управление любой стран на четвертом приоритете глобальной концептуальной власти осуществляется с помощью судного процента. Посмотрите на судный процент, который внедрен в эту государственность, и вам станет все понятно. За время перестройки судный процент России прошел путь от 20 до 210 процентов годовых. Посмотрите статистику. Он все время вот так прыгал, начинал падать, потом опять возрастал, начинал падать, потом опять возрастал, и только с момента прихода Путина идет неуклонное снижение судного процента. Путин пришел, это было 60-55, сегодня сколько? Сегодня 18, в предыдущий понедельник учетная ставка ЦБ впервые за всю историю перестроечной России ушла из 20 процентов и стала равна 18 процентам. Не могу вам подробно говорить об этом, но поверьте мне, это настолько примитивно и просто, школьники это прекрасно понимают. И мы создадим таки ситуацию, когда все, включая школьников, это будут понимать, и эта алгоритмика дальше не будет работать. И правительству нашему невозможно будет и дальше дурить народ, показывать, что, как бы, так сказать, вроде мы чем-то управляем. Смотрите, что такое судный процент. Значит, долги нашего государства, вы знаете, за время перестройки довели до 160 миллиардов долларов. По этому году грозятся довести их до 120 миллиардов. А что такое вообще вот эти внешние долги, что такое судный процент? Представьте себе, что мы с вами в вопросах управления в семье какой-то, так сказать, были бы столь же наивны, как наше правительство. Потому что, вообще-то говоря, экономика, это слово, которое до нашей эры было введено ксенофонтом Эйко дом новосправил, то есть правило ведения домашнего хозяйства. Представьте себе такую ситуацию, вы заняли на покупку квартиры, скажем, 100 тысяч рублей под 25 процентов годовых, что считается нормой в постперестроечной России. Что это означает? Это значит, что 25 процентов в год вы должны отдавать в виде процентов. 4 года прошло, сколько вы процентов отдадите? 100 тысяч, правильно? А сколько должны будете платить? Ну, те же самые 100 тысяч, вы же даете только проценты, примерно там, ну, рассчитали по 2 тысячи в месяц, если вы будете платить, ну, где-то вот так это будут проценты, ну, реально, реально, да, и вот так платите проценты. Еще 4 года прошло, сколько вы выплатите процентов? 100 тысяч, а должны будете сколько? Те же 100 тысяч. И так всю жизнь, вы, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки, вот, собственно, это и есть алгоритм управления страной на уровне экономического приоритета. Одна страна напечатала бумагу и цифры в компьютере обозначила, вторая страна не напечатала бумагу, а берет эту бумагу извне. Ну, извините меня, а что, меняется инфляция от того, что у нас зеленая бумага у меня в кармане или красная? Это как бы покупательная способность моя от этого не меняется, понимаете? Поэтому вот эти примитивнейшие вещи, они, тем не менее, в головах народа, так сказать, как-то запутаны, и Штанур считает, что нет, свои деньги печатать нельзя, надо вывозить чужие. Для чего? Для того, чтобы кормить тех, кто вам дает в рост, что называется, да? Значит, это статистика такая, в книге говорят нет пророков в своем отечестве, я вам приведу статистику из книги Маргарет Кеннеди, изданной в Швеции, мы ее перевели на русский язык, деньги без процентов инфляции называется, ежедневно развитые страны в виде долгов там, особей и прочего дают развивающимся 100 миллионов долларов, а назад получают 200 миллионов долларов. Вот, собственно, и весь секрет их процветания. По ростовщичеству, почему я вам говорю, что не поймете никогда по-крупному то, что происходит в мире, пока не поймете, кто и зачем написал Библию, Коран, что такое буддизм, что такое индуизм, так вот, цитирую вам Библию, Библия это концепция управления, вот эта концептуальная власть, которая на сегодня зависла над нашей государственностью, это библейская концептуальная власть, а Библия это концепция, изложенная в лексических формах. А что написано в Библии? Читаю вам дословно книгу Второзакония, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Вот и все, Один, значит, дает деньги под процент, другой берет. А почему Коран на сегодня так и пошляется и опорочивается? Да потому что, если вы возьмете Коран, возьмете Суру-2, самую длинную, называется «Корова», и возьмете Аят, 275-й, можете пометить, значит, Коран сейчас можно купить. Это книга, которую, ну, если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шар. Значит, цитирую вам дословно. Значит, по Корану, вот, давать деньги под процент, это лихва. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, торговля тоже, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. Вот вам, что такое управление на этом уровне. Что делает Путин на этом приоритете? К чему сводится курс президентский? Пи-